Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас в Экотехнопарке SkyWay возле Марьиной Горки весьма ответственное мероприятие. Мы принимаем здесь представительную делегацию свыше 20 человек, профессорский преподавательский состав и руководители главных вузов нашей страны, которые готовят инженеров транспортной отрасли. После презентации струнного транспорта, я надеюсь, что кое-кто из них ответит на наши вопросы, но по крайней мере расскажут о своих впечатлениях. Инициатором визита стал курирующий транспортную отрасль Беларуси заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, который прошлым летом во время посещения закрытого акционерного общества струнные технологии рекомендовал организовать экскурсию в Экотехнопарк SkyWay для будущих инженеров и специалистов транспортной отрасли. Помимо руководства вузов в состав делегации профессорско-преподавательского состава, насчитывавшие свыше 20 человек, также вошли студенты, принимающие активную участие в научно-исследовательской деятельности. Гостей встретил создатель струнного транспорта Анатолий Юницкий, который провел экскурсию по Экотехнопарку, дал характеристику этому уникальному объекту, рассказал о его значимости, провел демонстрацию струнных и экологических технологий, а также поведал о своем видении перспективы развития инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay в мире. В конце визита генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» прочитал посетителям испытательного полигона лекцию «Оптимальный транспорт. Что это?», после которой ответил на многочисленные вопросы всех желающих. Остается лишь отметить, что гости остались настолько впечатлены увиденным, что встреча проделась намного дольше, чем было запланировано. Поэтому намеченное посещение производственных площадей закрытого акционерного общества «Струнные технологии» было решено перенести на следующий раз. Предлагаем вам ознакомиться с небольшой частью этих впечатлений. Добрый день. Бочкарев Дмитрий Игоревич, декан строительного факультета Белорусского государственного университета транспорта «Гомель». Впечатления самые положительные. Увидели мы многое. Увидели мы опытные образцы транспортных средств, опытные образцы трасс, по которым они движутся. Но эти образцы весьма заинтересовали, потому что ту информацию, которую мы имели до приезда сюда, конечно, она отрывочная была. Надо увидеть своими глазами все, что сделано. Но это производит впечатление. Интересно. Ну и в сравнении с тем, что вы думали до приезда сюда, ваше мнение улучшилось о технологии Skyway или ухудшилось? Конечно же, улучшилось. Мы увидели реальные образцы, которые умеют ездить. Они двигаются, в них можно проехать, потрогать руками. У нас, как у специалистов в области транспорта, есть такой прогноз, что это заработает. А дальше, конечно, только время покажет эффективность, только время расставить все точки над «и». На будущее мы можем сотрудничать с вами и по испытаниям этих транспортных средств, и по каким-то расчетным вопросам, по проектным и средств транспортных, и трассы, и конструкции. Мы тоже, ваши, может быть, партнеры. Мы тоже транспортники. Мы очень будем этому рады, и любую помощь, любое сотрудничество только приветствуем. Спасибо вам за то, что приехали, и за то, что профессиональный свой взгляд откровенно высказали. Спасибо вам за приглашение. Надеемся, что все, что мы увидели, увидим, и, точнее, не то, что видим, а будем эксплуатировать в ближайшее время. В кафедре управления эксплуатационной работой Аксенчиков Александр Александрович. Каковы ваши впечатления от посещения Экотехнопарка? Скажите, пожалуйста. Ну, прежде чем посетить Экотехнопарк, значит, я, сказать, досконально изучил все разработки Анатолия Эдуардовича. Значит, очень просматривал его сайт, все его книги, что он просматривал видео, все, что были выложены. Ну, и все-таки воочию видеть лучше получилось, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно впечатлили юнибусы, вот эти кабинки, и то, как они все-таки передвигаются. Ну, и что вы можете сказать, как специалист? То есть за этим ли транспортом будущее, или вы все-таки считаете, что железные дороги навсегда останутся неприкосновенными? Или все-таки найдется место под солнцем для струнного транспорта? Ну, я думаю, все-таки для струнного транспорта найдется место, но, наверное, все-таки это будет тандем. То есть, ну, с моей точки зрения, полностью все-таки струнный транспорт не сможет, наверное, вытеснить предыдущий транспорт, железнодорожный транспорт, в том числе автомобильный транспорт. Все-таки, допустим, если строить город с нуля, скажем так, туда, здесь я соглашусь, допустим, что можно будет полностью построить всю инфраструктуру, связанную вот со струнным транспортом. Но все-таки те города, которые есть, ну, со временем, там, скажем так, через 50-100 лет, может быть, но все-таки все те города, которые есть, все-таки инфраструктуру будет очень тяжело поменять, перестроить вот именно на струнный транспорт. Ну, а в тандеме, в тандеме все-таки, я думаю, будущее есть, и будущее довольно-таки светлое. А между городами, где нет вот такой развитой инфраструктуры, где места хватает? Вот между городами, да, все-таки простор великий, и, я думаю, большую долю как пассажирских перевозок, так и грузовых, все-таки струнный транспорт может забрать на себя и перемещать пассажировый груз между городами. Это, да, перспектива довольно-таки светлая для струнного транспорта. Спасибо большое, особенно за тандем, мы рады сотрудничать со всеми. Спасибо за то, что приехали и поделились своим профессиональным мнением. И спасибо вам за то, что все-таки вы дали нам такую возможность посмотреть до появления, скажем так, этого транспорта в жизни, на существование этого транспорта в экспериментальном виде. Беловский национальный технический университет, заведующий кафедрой деталей и машин, профессор Скойбеда Анатолий Тихонович. Анатолий Тихонович, очень приятно видеть вас в Экотехнопарке Skyway. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что вы сегодня увидели? Ну, я вам скажу, я давно уже наслышан и знал, и читал в данном направлении. Всегда было интересно познакомиться поближе. И вот сегодня первый раз я имею, так сказать, счастье увидеть воочию. Ну, конечно, был раньше какой-то той скоптицизм, что, может быть, там, так сказать, что-то не так, как вот написано. Но сегодня мои ожидания превзошли, все ожидания, не только то, что было написано. Гораздо больше сделано, гораздо больше. И есть такие перспективы, что чувствуется, что это будет развиваться, развиваться все дальше, дальше, дальше. За два, как говорят, создателей с небольшим года сделана такая огромная работа, которую, ну, невозможно переоценить. Здесь уже в натуре все сделано. Мало того, что специалисты очень грамотные, очень четко чувствуют свои задачи, очень глубоко эрудированные во всех вопросах. И материаловедение, и механикой, и электроникой, и вопросов выбора двигателей, подбора материалов. Все, Букан, задавали много сегодня вопросов, и были исчерпывающие ответы на все. Это говорит о том, что ведется очень серьезная и очень направленная и полезная работа. Рассказаны такие проекты, которые действительно могут, так сказать, внести совершенно новую инфраструктуру в наши города. Да, и не только для Республики Беларусь. Хотя это очень важно, чтобы это стало, так сказать, исходило именно от Беларуси. Это станет самым лучшим брендом нашей Республики. И, конечно, может быть, не все задуманного здесь, так сказать, будет вне джона, но это направление найдет свою нишу. Обязательно найдет. И показаны примеры осуществления самых разных вариантов и конструкции, и устройства подвижного состава, и обеспечениях, вот особенно понравилось мне, как аэродинамического сопротивления. То есть это такие достигли, таких результатов, которых ни в одном наземном транспорте этого получить нельзя. Вот первое впечатление. Я думаю, что дальше я буду уже чаще бывать. И мне самому хочется наблюдать за развитием этого направления, поскольку мы все механики, транспортники, где у меня автомобили и тракторы специальности, но это тоже здесь подвижной состав, и вопросы, конечно, они очень связаны. Я думаю, что они должны проникать, все эти вопросы, и в учебный процесс. Вот наши студенты тоже уже знали, что есть такое направление, что это перспективное направление, и это только повысит их, конечно, и уровень, как инженеров-транспортников. Ну и еще раз повторюсь, важно, чтобы это не ушло куда-то, а чтобы это было, чтобы все помнили всегда, что это радиологик Белоруссии, что родина его Беларусь, что наши белорусские инженеры это осуществили. Я очень восхищен и рад, что сегодня я побывал здесь и увидел все, что здесь сделано. Спасибо. Спасибо большое. Нам очень важно ваше профессиональное мнение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и вы всегда будете гордиться своей страной и соотечественниками. Строй Skyway, спасай планету. Продолжение следует...